Сегодня мы в Минске у стен архи-кафедрального костела Пресвятой Девы Марии. В четверг миллионы католиков отметили Рождество. Вот такие вертепы у каждого католического храма напоминают сцену появления на свет Спасителя и дарят верующим во всем мире надежду на лучшее. Кстати, если у православных главный праздник это Пасха, то у католиков как раз Рождество. Ну и прямо сейчас для всех представителей этой конфессии настоящий сюрприз в лице митрополита Минска-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Ваша эксиленция, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, по-перше, дозволите повиншовать вас за колянами. А по-другому, вы видите, что наша программа выходит на праканце года. И коляны так само в этот час. В свой шатфир, коли звертались доверников, ввиншовали их со святом, вы не каким-то образом узгадывали подеи года в Украине, в свете? Дякую за ввиншование, так само за этой нагодой ввиншую всех наших телеглядачев. На конце года мы подводим некие итоги, что отбылось в этом годе. И так само свято Божьего народжения – это так само добрая нагода, как паразмавляться об этом. Год, который завершается, был годом верьми насыщенным. И как уже ци католинского костела, так уже ци нашей краины, уже ци всего света, совсем недалеко Украина. Год тому мы навод не могли подумать, что отбывается там. И сегодня мы себе задаем питание, чому это? Откуда это все взялось? Это народы славянские, это народы христианские, разные конфессии, однако той самый Бог, той самый Язус Христ, той самый Збавца, той самой Евангелия, якое обвещает любовь до ближнего. Значит, мы забылись об этой любови до ближнего. Треба шукать этих коронев. И вельми добра, что Беларусь отыгрывает вельми такую позитивную роль у регулирования выражения этого конфликта. Может, не все удается, но и так далее, однако интенции вельми добрые. И я спадеюся, что еще Беларусь не сказала пошнега слова у выражения этого конфликта. Калилайска, что вы можете пожедать нашим глядачам у наступного года? Я жадаю вам, дорогие брати и сестры, веншуючи у всех вас, и с Божьим народжением, и с наступающим Новым Годом, как гэтый Бетлеем, цуд Бетлеема, как он полтораўся у ваших душах и у ваших сердцах. Ваши сердцы и души каждый день наступающего 2015 году были Бетлеемом, как там Язус Христус народжаўся своёю ласкаю, и праз Яго, будуючи наше жице на християнских каштовностях, на каштовностях Евангелия, мы могли выращать у все наши проблемы, с якими мы спотыкаемся, проблемы наше громадство, проблемы света, и как мы будавали цивилизацию життя, любови и цивилизацию мира. Дякую Великим. Великий дякую Ваше Вселенце. Вообще, надо сказать, что этот праздник, он ведь особенный для всех, и не только для католиков. 25 декабря открывает целую череду больших зимних праздников, которые делают эти холодные дни краше.